За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, один был ранен, травмированный пограничник. Активные боевые действия продолжаются. Противник использовал тяжелые вооружения вдоль всей линии фронта. Количество обстрелов превысило отметку в 100. На Луганском направлении боевики применяли минометы, танки и гаубицы. Всего там было 27 случаев нарушения режима прекращения огня. В 19 из них боевики использовали тяжелые вооружения, выпустили по позициям украинских военных около 300 мин и снарядов. На Донецком участке линии фронта противник также активно обстрелил позицию украинских войск и населенные пункты. Окупанты открывали огонь 39 раз, 21 раз применяли тяжелые вооружения. На Мариупольском направлении ситуация идентичная. Боевики открывали минометный и артиллерийский огонь по населенным пунктам. В 17 из 49 случаев на этом участке противник применял запрещенное вооружение. Отстраненного главу государственной фискальной службы Романа Носирова перевезли в институт кардиологии. Там должны объективно оценить состояние его здоровья. О распоряжении провести подобные действия заявил глава специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Он отметил, ведомство старается соблюсти все нормы уголовно-процессуального кодекса при избрании Носирову меры пресечения. Именно поэтому эксперты института кардиологии должны установить, возможно ли доставка подозреваемого без ущерба его здоровью в суд. Напомним, Носирова подозревают в причастности к нанесению государству ущерба на 2 миллиарда гривен. В США сразу в нескольких штатах студентов отправляют жить в дома престарелых. Цели программы и научные, и социальные. Трех студенток-выпускниц отделения реабилитационной терапии отправили жить в дом престарелых в американском городе Гранд Трапец. Цель – убрать стереотипы о старении. Для калет переломная была игра в карты. Именно тогда у 22-летней девушки завязалась дружба с 87-летним Дэвидом. Мне она понравилась, очень хорошая девушка. Студентки уже пробыли в доме престарелых, треть отведенного им срока в 19 месяцев. Эти люди не просто мои соседи, они мои друзья, моя семья. На это потребовалось время. Сначала было сложно, но то, к чему мы пришли, это удивительно. А в штате Огайо завязалась даже международная дружба. Студенты музыкального института Кливленда тоже решили пожить в доме престарелых. Для меня это была возможность использовать музыку, чтобы стать частью сообщества, получить интересные впечатления. Тиффани недавно устроилась на работу в Чили. До этого три года жила в доме престарелых. Там исполняла музыку. И разделила не одно застолье со своей соседкой Лаурой Берег. «Лаура заняла важное место в моей жизни». В Кливленде эта программа не связана с научными исследованиями. Её цель – поставить мост над пропастью, разделяющий два поколения. «Когда здесь появились молодые люди, жизнь снова обрела смысл». Тем временем исследователи в западном Минчигане надеются, что к тому времени, когда студенты покинут дом престарелых, полученные знания помогут установить более эффективную взаимосвязь между молодыми и пожилыми. Но уже удалось выяснить, что и раздавая карты, и нарезая хлеб, люди разных поколений могут найти общий язык.